Как говорится, еще и не все могут. Вы все поняли, как будет действовать сегодня семинары? Нет, я понял, что не все. Потому что я у некоторых спрашивал, они так и не поняли. Смотрите, семинары будут построены таким образом. То есть вы можете, вот 50 минут у нас есть, мы размышляем. Тут с вами у вас, например, тема будет «Познать волю Божью», да? Или «Как знать», там не только с этим связано, то есть моя часть. Потом, когда будет обед, после обеда вы можете пойти на другие семинары, которые у нас есть в других локациях. То есть послушать там. То есть вы за один раз сегодня сможете три темы послушать. И выбираете из четырех тем, какие вы захотите. Понятно, да? То есть, можете еще раз прийти, но вам будет неинтересно, я думаю. Хорошо. Итак, смотрите. «Познать волю Божью». Ну, сегодня мы уже с вами читали. У нас такой ключевой наш стих. Это послание к римлянам, да? Вот тот отрывок. И помните, там интересные слова есть, чтобы нам познавать, что есть воля Божья. И христиане – это люди, которые двигаются сообразно тому, как хочет Бог, чтобы было в нашей жизни. Я думаю, что всем нам интересно именно это. Почему? Ну, во-первых, потому что Божье повеление есть, чтобы мы познавали волю Божью благую, угодную и совершенную. А во-вторых, это для нас нужно, полезно. Потому что, когда мы двигаемся сообразно воли Божьей, тогда мы будем успешны во всех путях наших. Поэтому это очень важная тема. Место писания, которое я еще как бы предлагаю, как добавочное к этим размышлениям. Смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. И опять. Итак, не будьте нерассудительны. То есть, не отключайте разум, но познавайте, что есть воля Божья. И если вы почитаете дальше до 17 стиха, вот эту пятую главу к Ефесянам, то вы увидите, что там дальше все больше и больше об этом рассказывается. Ну, кто-то хочет из вас поделиться тем, как он познает волю Божью в своей жизни. Ну, если вы не стесняетесь. Просто. Вообще, есть в вас такой процесс. Познание воли Божьей. Или, ну, думаете, ну, как бы, это не совсем важно. А? Вы то все молчите, то сразу все говорите. Молодцы. Что, что? Настя, говори. Так, так. Ну, то есть, это важная тема, да? То есть, это важная. И, как правило, да, люди говорят, что, ну, как мы познаем волю Божью? Слово Божие, да, молитва, еще какие-то моменты. Вот. Я хотел бы дать вам инструменты, которыми я руководствуюсь в своей жизни. Вот. И всякий раз, когда вы хотите что-либо предпринять в жизни, если вы хотите четко, вот, следовать воле Божьей, то это поможет вам для того, чтобы вы в своей жизни, вот, вспомните. Там простые четыре таких момента, которые вам нужно будет запомнить, очень легкие, я их специально на одну букву все назвал, и это будет для вас никакой проблемой, поэтому мы с вами будем говорить. Ну, а, как возьмем для себя жизнь человека очень часто, как море, да, то оно штормит, то оно, так скажем, хорошее, штиль там на нем, можно спокойно плыть. Вот, вот так наша жизнь. И представим себе, вот, для нашего размышления о воле Божьей, что нам нужно, как бы, у нас есть лодка, и нам нужно попасть в город. Город нашей мечты. То есть, это какая-то наша мечта. Ну, о чем мы можем мечтать? Давайте, если, что вам в голову взбредет, в чем мы можем познавать, в каких моментах мы можем познавать волю Божью? Служение. Очень четко. Я прошу, чтобы мы запоминали, для чего. Мы потом попробуем практически применить к некоторым моментам, вот, то, что мы будем говорить, служение, да? Еще какие моменты? Выбор спутника жизни. Выбор спутника жизни. Ой, очень. Знаете, я помню, старцы всегда говорили, есть, я не помню, там, пять, по-моему, они говорили вещей, в которых всегда христианин должен не просто знать волю Божью, а сто процентов. Это как раз спутник жизни, это служение, где служить, это как, где работать и где жить. Ну, пятое уже сейчас не помню сходу. Не буду сейчас вам голову этим забивать. Ну, просто к тому, что вы называете очень важные вещи. Еще. Где работать, опять же, да? То есть пойти на ту работу или не пойти. Это тоже такой один из важных моментов. Ну, и, кстати, в большинстве повседневных вещей тоже мы постоянно нуждаемся. Когда мы с вами долго пребываем в вере, живем духовной жизнью, тогда у нас автоматически вот эти вот моменты, они происходят. То есть, знаете, как написано, что у совершенных чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. О чем идет речь? О том, что когда человек постоянно в своей жизни практикует вот то, о чем мы будем с вами говорить, то через несколько лет вы будете замечать, что вам не надо будет напрягать себя, чтобы задать, вот, например, эти четыре вопроса, которые сегодня мы будем смотреть. Это произойдет у вас автоматически. Вы просто раз, и оно у вас буквально за долю секунды все четко сложится. Поэтому поехали. Итак, у нас есть лодка, у нас есть конечный пункт. И знаете, когда вы находитесь, например, вам нужно приплыть в какую-то местность, есть проблемы. У моряков, которые ходят, у них всегда есть, знаете, карта или сигнальные знаки, маяки такие, по которым они двигаются. И эти маяки, которые вы в воде, может быть, видели, они или бакены называют, или маяк, вот, неважно. Вот эти маяки, они помогают ориентироваться. Например, стоит такой маяк, и капитан знает, его надо обойти левым бортом обязательно. Иногда указывается, сколько метров нужно пройти. То есть для чего? Для того, чтобы пройти вот эти мели, пройти камни, пройти прочее. У нас с вами будет вот таких четыре маяка, которых нужно пройти для того, чтобы четко понимать, вот, есть на это дело воля Божья или нет. Итак, первый маяк такой, который вы уже назвали, это Слово Божье. Для нас, для христиан, это определяющее. Смотрите, мы не можем двигаться в жизни, мы не можем ничего делать, если это не позволяет нам делать Божье Слово. Иногда Божье Слово прямо запрещает, или наоборот, прямо позволяет что-либо делать. Да, ну, например, мы сегодня читали, да, чтобы мы предупреждали друг друга в любви, да, предупреждали друг друга в хороших поступках. То есть, понятно, Господь хочет, чтобы мы всегда для других что-то хорошее, приятное делали даже раньше, чем кто-либо. Иногда Слово Божье запрещает. Ну, вот, допустим, мы возьмем с вами вот несколько моментов, которых мы назвали, да. Например, если касается, что касается нашего служения, да. Опять-таки, есть вещи, которые человек хочет делать, но не всегда эти вещи ему нужно делать, да. Ну, например, или Слово Божье, может быть, не разрешает, смотря еще как делать, да. Человек хочет служить, ну, например, пойти в пивбар и рассказывать людям о Христе. Ну, иногда, кстати, некоторые ходят, есть, но, видите ли, есть вещи, где христианин не должен появляться. Поэтому, если мы понимаем, что там я не должен быть, то уже не стоит дальше никуда суваться, да. То есть, есть гораздо другие места, где можно быть. Ну, это как пример. Или же, если мы берем, например, в браке, да, например, я верующий человек и есть неверующий человек. И опять же, Слово Божье нам запрещает вступать в брак с неверующим человеком. Да, если мы вышли замуж или женились, и наш супруг неверующий, то есть так получилось, так было в моей жизни, моя жена на пять лет раньше уверовала. Ну, тогда это уже другой вопрос. Тогда уже, ну, тут нужно будет молиться, тут нужно будет терпеть, тут нужно будет многие вопросы решать. Но это уже, как говорится, кто в каком звании призывается, тот и остается. Но, в частности, все ясно. То есть, мы не можем, мы сразу должны отклонить это, потому что это не соответствует воле Божьей. Например, мы говорили о работе, да, тоже очень важный момент. Не на всех работах христианин может работать тоже, да. Я помню, как рассказывали об одной сестре, которой предложили очень хорошую работу в казино. Вот. И она отказалась от этой работы, хотя очень нуждалась в деньгах и очень нуждалась в том, чтобы, вот. Вот. Но есть вещи, на которые мы не можем пойти. Или еще какие-либо другие работы, где приходится обманывать, где приходится что-либо делать такое, что будет противоречить Слову Божьему. То есть, мы не можем, не можем идти. Один раз я встречал человека верующего, который торговал на базаре, и говорит, знаешь, я ничего не могу сделать, но мне приходится подкручивать весы. Я говорю, а зачем ты это делаешь? Он говорит, понимаешь, если я не обману покупателя, тогда я ничего не заработаю. Но тогда вопрос, а кому нужна такая работа? Понимаете? То есть, бывает так. Я не скажу, что это часто, но бывает, случается. Сегодня есть ряд таких искушений, и нужно знать, нужно понимать. Если Слово Божье говорит нет, мы дальше вообще двигаться не можем. Это самый главный, самый первый наш маяк. Поэтому здесь все вроде бы понятно, все четко и все ясно. Второй маяк, который обязательно должен, мы должны пройти, вам, кстати, видно там или плохо? Мне это очень четко видно. Так что, если вы что-то хотите сфотографировать, лучше там сфотографируйте. Итак, а второй маяк – это состояние. Это состояние внутреннее, что я ощущаю. Ну, первое, сразу хочу сказать, вот в том тексте Писания, которое мы уже сегодня с вами разбирали, смотрите, написано «Условия познания воли Божьей», и оно относится того именно состояния. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья». Видите ли, тут очень важные условия познания воли Божьей. Первый момент здесь – это не сообразоваться с этим миром. Кстати, и сообразоваться, и преобразоваться – это два слова, которые стоят в пассивной форме. Два глагола таких. Они говорят о том, что мы живем в этом мире, и хотим мы или не хотим, мир на нас влияет. Но только вопрос, мы противостоим этому влиянию, или мы течем, знаете, как рыба дохлая, она всегда течет по течению. Почему? Потому что, во-первых, она дохлая, во-вторых, так проще. То есть, плыви себе и не напрягайся. Поэтому тут очень такой важный момент. То есть, это как, знаете, бывали ли вы когда-нибудь в компании, где, ну, вам было не то, что неприятно, а просто вы чувствовали, там, люди, которых вы не знаете, вы чувствовали себя, что это чужая компания. То есть, может, вас кто-то пригласил, но это чужие друзья, это чужие знакомые. Чувствовал, бывали ли когда-нибудь в такой компании? Что вы ощущали? Какие желания у вас были? Да, желание побыстрее бы уйти, да? Иногда есть желание там познакомиться, но бывает такая атмосфера, когда человек понимает, ну, быстрее бы уже, как бы, все закончилось, быстрее бы уже уйти. Иногда знакомишься с человеком, ты начинаешь разговаривать, и быстро вдруг понимаешь, что, о-о-о, как-то надо прощаться. Вот, надо подбирать слова и прочее. Почему? Потому что, ну, вот, внутреннее состояние твое, оно подсказывает, что здесь оставаться нельзя. Вот такое состояние вы должны ощущать относительно мира, если вы верующий человек. Мир – это наша, для нас, верующих, агрессивная среда. Мы должны там жить, мы понимаем, мы живем среди этого мира, но вот у нас всегда должно присутствовать внутри чувство неудовлетворенности при отношении с этим миром. Поэтому другое чувство тогда будет возникать. Нам будет хотеться бежать в дом молитвы, нам будет хотеться общаться с верующими людьми. Поэтому, другими словами, возвращаясь вот к состоянию, первый очень важный момент – я всегда должен быть человеком, который соответствует воле Божьей. Мое внутреннее состояние должно тянуться к Богу. У меня должно быть желание быть с Богом, у меня должно быть желание заниматься духовными вещами. Почему? Потому что в другом случае, если я познаю волю Божью, да, то, ну, как бы хочу познать волю Божью, то мне будет или невыгодно, или неинтересно, или вообще я так и не пойму, что же мне Бог говорит. Поэтому состояние. Еще один очень важный момент при этом – это ваши внутренние ощущения. То есть вот когда вы хотите, например, вы молитесь, видите, вам предлагают работу, работа довольно-таки неплохая, вы начинаете думать вот о ней, и очень хорошо вот в этом вопросе проверить свою мотивацию. А для чего я там работаю? Второй момент очень важный здесь – проверить мотивацию. Как я, смогу ли я на этом месте прославить Бога? То есть что я смогу сделать для того, чтобы имя Божье прославилось? Вот, и вот это очень важные мотивы. То есть что мной движет? Я знаю одного человека, который имел очень крутую работу, он был модельером, вот, потом стал верующим, и он решил пойти на завод. Его отец был на заводе, он зарабатывал приличные деньги, у него обшивались одни из первых людей из города Запорожье. Ну вот, уверовав, он понял, что он уже не может продолжать эту работу, ему неинтересна она была, и он говорит, я по той причине, говорит, потому что я хочу прославить Бога, и эти люди не хотят о Боге ничего слышать, ничего не хотят говорить, и наоборот затыкают мне постоянно рот. Мне так не нравится. И вот он пошел на завод, а пошел с нуля. И он говорит, знаешь, пошел учиться, там два, по-моему, месяца, это ты учишься как ученик, и параллельно два дня это практики. Он работал на моторе, вот он пошел туда, и он говорит, я каждый день молюсь и прошу, чтобы Господь помог мне прославить Его. То есть я не просто хочу работать, я хочу, чтобы, ну, люди увидели, что Бог, Богу слава какая-то от этого есть. И знаете, что удивительно, прошел месяц, он работал токарем, пошел учиться, прошел месяц, и через месяц его с учебы вызывали, чтобы он точил детали, потому что на заводе никто не мог выточить эту деталь. И он всегда говорил, это потому, что я хочу, чтобы прославился Бог. И когда, говорит, меня хвалили, когда мне говорили, ну, ты крутой, я всегда говорил, это не я, это Господь помогает. Поэтому мотивация. Точно самая очень важная моя мотивация, когда, например, речь идет о познании воли Божьей в выборе спутника жизни. Знаете, есть много людей, которые могут нам быть симпатичны, да, есть много людей, допустим, которые мы можем рассматривать как супруга в своей жизни, но тоже вот этот маяк состояния, это очень важно. То есть молиться, чтобы Бог указал, это мое или не мое. Потому что я встречал людей, которые перед свадьбой, у меня был такой случай, когда сестра говорила, знаешь, я, наверное, не буду выходить замуж. У них уже было все в церкви назначено. И я говорю, а почему ты так думаешь? То есть колебания. И опять же, старцы всегда говорили, если сомневаешься, лучше не делай. То есть такой принцип очень важный. Если ты не уверен в чем-то, лучше не делай. И вот этот момент такой очень важный в жизни, то есть когда я хочу и рассматриваю, и мне предлагают, например, да, если вы сестра, скорее всего вам предложат, если вы брат, скорее всего вам нужно будет сделать первый шаг, но тут тоже нужно знать же волю Божью, то наблюдайте за вашими мотивами. А почему? Почему вы хотите? Послушайте, у меня есть один хороший друг, который делал предложение, по-моему, семь раз. И получал семь раз отказ. И однажды мы сидели вот так вот, и он плакал, и он говорит, я не могу понять, что во мне не так. А правда, в нем все было хорошо. Он был высокий, он был красивый, он был молодой. И действительно было непонятно, что не так. А потом я ему просто задал вопрос, а ты можешь мне перечислить, кому ты предлагал? И он мне начал перечислять. И знаете, кто там был? Одна сестра, дочка пастора. Вторая сестра, дочка пастора. А другая дочка какого-то бизнесмена. Я говорю, слушай, а ты попроще варианты не рассматриваешь? То есть, нет ничего плохого. Да, и дочке пастора тоже нужно выйти замуж. Проблем нет. Но просто почему-то человек был мотивирован рассматривать только людей, которые как-то, знаете, выделялись. Кстати, он женат, у него прекрасные дети, прекрасная жена, прекрасные отношения. И жена не дочка пастора. Но супер. Просто мотивация его была несколько смещена. А когда у тебя смещенная мотивация, то есть, внутреннее состояние вот такое, то есть, мотивы неправильные, то тогда ты больше вероятностью сделаешь ошибку. Поэтому вот состояние. Следите за своим состоянием. Что у вас? Как вы относитесь к Богу? Как для вас, дорого ли для вас духовная жизнь? Хотите ли вы, чтобы именно Бог управлял вашей жизнью или вам безразлично? То есть, следующий момент. Мотивы ваши. Что вы хотите? Чего вы хотите? Ваши мотивы духовные или они плотские? Это очень важно. Это очень важно. Наблюдайте за теми людьми. Я не скажу, что для некоторых людей нужны высокодуховные люди, для кого-то это не обязательно. То есть, по-разному. Но вы определите для себя, что вам важно вот в этом моменте. То есть, на каких людей вы будете обращать внимание. То же касается служения. Вот. Вы помните Юру Науменко? Помнит кто-то? Вот. Юра... Вы знаете, кем он начинал свое служение? Сейчас он прекрасный пастор в одной из американских церквей. Долгое время здесь был руководителем молодежи и пастором. Но начал он свое служение. Четыре года он сидел вот в этих местах. Человек, у которого медведь на одно ухо наступил. На другое он глухой. Голоса нету, говорит. То есть, я ничего почти не слышу, но мне сказали, тебе надо петь в хоре. И я сел, говорит, и пел. А потом хор куда-то поехал, и не было проповедника, заболели. И сказали, Юра, приготовь проповедь. Юра сказал проповедь, и все сказали, слушай, круто. И он понял, что он больше не будет петь в хоре. Так вот оно. Поэтому, говорит, а я сидел четыре года и мучился. Поэтому очень важно, чтобы мы молились, чтобы мы думали и проверяли свое внутреннее состояние. То есть, что нам и движет, какие у нас мотивы, хотим ли мы этим прославить Господа, или за этим стоят только такие, знаете, дела. Третий маяк. То есть, видите, все на «с». Слово, состояние, событие. Или обстоятельства, которые складываются вокруг нас. Тоже очень важно. Если вы молитесь, если вы о чем-то просите, о чем-то вы мечтаете, да, есть, мы еще поговорим о мечтах, о желаниях, о целях, которые мы ставим, как отличать одно от другого, потому что многие люди не различают, и поэтому иногда просят, ну, как бы странные вещи там, где надо работать, и работают там, где надо просить. Поэтому получается такая мешанина и каша. Так вот, события – это те обстоятельства, которые складываются в связи с нашим познанием воли. Ну, например, если мы, опять же, вернемся к работе. Человек хочет работать в таком-то месте. Ну, я не раз встречал молодых людей, которые хотели попробовать себя в каком-либо деле. Ну, чаще всего в бизнесе. Проходит какое-то время, и ты видишь, успеха нет. Человек вкладывает деньги, вкладывает время, прочее, и приходит, говорит, слушай, а как же так? Я вроде бы хочу, я вроде бы молюсь, я вроде бы, ну, вот как-то вот оно не идет, не движется, не это. Я говорю, послушай, может, есть смысл тебе оставить и заняться чем-то другим. Просто, видимо, не идет это у тебя. То есть нету, вот знаете, какого-то благословения в этом, нету успеха. Бог говорит о том, что если мы познаем его волю Божью, то она всегда движется, дает нам успех. А здесь нету успеха. То есть нету, я говорю, может, тебе стоит попробовать себя в другом каком-то месте и в другом деле. И бывало очень часто, когда человек начинал делать что-то другое, ну, например, шел работать куда-то, и у него начинало получаться. И он говорит, слушай, я нашел себя, и мне больше ничего не надо. И знаете, вопрос же не в том, а кем ты работаешь, да? То есть ты работаешь бизнесменом, или ты работаешь директором фирмы, или ты просто работаешь там простым жестянщиком, как вот мой старший сын. Ему нравится эта работа, ему нравятся люди, где они работают. И я рад и благодарен Господу за то, что Бог открыл ему волю Божью относительно его работы в жизни. Это очень важно, чтобы мы с вами смотрели, как вот будут эти события. Или, например, опять же, вернемся к браку. Иногда бывает так, что люди молятся, и вроде бы что-то складывается, а что-то не получается. Ну, у меня был такой случай, наши члены церкви, он наркоман с зависимостью бывший, конечно, бывший. Вот она девочка из такой семьи, вот папа у них оставил их, мама пьянствовала какое-то время, и она практически кормила маму. Вот знаете, вот так мама жила за ее счет. И вот брат вот этот предлагает ей руку и сердце. Вроде бы все хорошо. Помолились, познали волю Божью, вроде бы есть чувства друг к другу. Ну, как говорится, все, все нормально. Приходят к ее маме, а мама говорит категорично, нет и все. Нет. И они приходят, и они говорят, Алексей Михайлович, я что делать? Мы просто в шоке. Она категорически против. Я говорю, слушайте, всякие такие вещи, события, да, Бог говорит так. Если я затворю, в книге Откровения написано, то никто что? Не отворит. И если наоборот я отворю, то никто не затворит. То есть, другими словами, дьявол очень часто ставит нам препятствие. Но если мы молимся, просим Бога, чтобы он разрешил. И если мы терпим какое-то время, поняли? Время плюс молитва. Вот это очень важные два элемента в вопросе событий. Время и молитва. Если мы молимся и при этом ожидаем, то Бог дает ответ свой. Либо он действительно закрывает, либо он открывает. И вот интересно, что они начали молиться. Проходит какое-то время, и он говорит мне, Алексей Михайлович, я не знаю, вот мы сегодня идем, я хочу, ну, опять предложить этот вопрос. Вот, можете помолиться? Я говорю, могу. Мы стали молиться. Через 20 минут он звонит мне, перезванивает и говорит, Алексей Михайлович, спасибо большое. Счастливый такой. Я сам не знаю, что с этой мамой произошло. Говорит, мы еще раз спросили, и она сказала да. И он счастливый. А потом я пришел разговаривать, когда с мамой. Мы сидели вот так, мы знали хорошо друг друга. Мы сидели вот так, вот она начала, как бы, мне жаловаться, что я не хотела бы, конечно, я не буду им препятствовать, но я не хотела бы, чтобы моя дочь, вот, вышла бы замуж за такого человека, за, ну, знаете, за наркомана нельзя, а сама практически и алкоголичка. Я говорю, слушайте, я вижу, что вы просто боитесь остаться одна, боитесь потерять источник вашего дохода, вот, но не бойтесь, они будут вас поддерживать, будут помогать. И скажу вам наперед, что когда была свадьба, вот во время процессии, уже прошла процессия, мы сели за столы, она подошла ко мне и говорит, Алексей Михайлович, ты знаешь, мне Бог открыл. Мне открыл то, что я действительно не соглашалась по той причине, что это было выгодно мне, чтобы она не выходила замуж. Сегодня она член церкви, это женщина, дети ее служат в церкви, вот. То есть, но Бог бывает, ставит какие-то препятствия. Может быть, эти препятствия ставятся в каких-то других вопросах, то есть я только, я не могу все варианты тут вот перебрать, чтобы сказать, но помните, что наблюдайте за событиями, как они будут развиваться. Если двери будут все время закрываться, молитесь, дайте, назначите какое-то время, например, полгода, год, и просите, чтобы Господь в течение этого времени вам открыл. И дальше уже действуйте сообразно тому, как будет действовать Господь. Потому что вам же нужно познать Его волю. Поэтому это очень тоже важный, один из важнейших маяков. Итак, слово, состояние, событие и последний такой маячок, который мы часто используем, но, к сожалению, неправильно. Почему? Потому что совет, и это не просто совет. Ну, во-первых, есть люди, которые не любят советоваться. Но, во-вторых, если вам посоветовали, да, это еще не значит, что вы к этому совету прислушаетесь, да, то есть он для вас действительно ценен. Поэтому советуйтесь с теми людьми, которые действительно советы, которых для вас важны и ценны. Вы все молодые люди. Я скажу вам, советы каких людей вам самые ценные в вашей жизни. Первое, место номер один, друзья, это папа и мама, родители. Запомните, даже если неверующие родители. Запомните, Бог родителям всегда дает какое-то интуитивное понимание. То есть у них есть вот это чувство, вложенное Господом, и они дают вам хорошие советы. Вы знаете, я вот сейчас вам рассказываю, а сам понимаю, что я не прислушивался и не жил так, как вы. То есть так, как я сейчас говорю. В моей молодости я не был верующим человеком, семья моя не была верующая, и я не любил слушать советы моего отца. Мне казалось, что он уже древний, мне казалось, что он ничего не понимает. И вот, знаете, я хотел зарабатывать деньги, я думал так, что я не хочу жить, как мои родители. Они хорошие были, они, ну, они были интеллигентами, они были все инженерами и получали мизерную зарплату. Мы никогда не имели машину свою, мы никогда, ну, очень редко ездили куда-то, знаете, в какие-то такие места, никогда не имели каких-то вещей. То есть мы постоянно жили в ограничении. Даже велосипед, который я однажды с горем пополам заимел, и то был мне подаренный людьми, и БУ, естественно, не новый. Моя семья не могла позволить. И я подумал, зачем мне учиться в высшем заведении? Я просто пойду работать. Буду зарабатывать и жить как человек. Ну, к примеру, чтобы вы понимали разницу, инженер, вот мой папа, работая, получал 120 рублей. Когда высшиты произойдут, это будет где-то 90, около 100. Рабочий на заводе, ну, например, мотор, мотор Сич, получал 250. Есть разница? 100, пусть, да, и 250. Почти в два с половиной раза. То есть, поэтому я так и думал, я приду с армии, и все, и мне больше ничего не надо. Но знаете, что интересно? Мы с отцом спорили до, чуть ли не до драки. Он мне говорил, ты иди учись, а я говорю, я пойду работать. И тогда отец, мудрый отец, предложил мне компромисс, который кормит теперь меня, всю мою семью, и все, кем я стал, в большей степени, конечно, это еще из-за того, что я послушался этого совета. Он предложил мне компромисс. Давай так, ты поступишь в университет, а вечером будешь работать. Я помогу тебе с работой, помогу, чтобы тебя устроить, но ты должен поступить в университет. Я поступил на ИСТФАК, в наш педагогический университет, ЗГУ, вот, и днем я работал, вечером учился. Потом я, когда у меня рухнул бизнес, надо было закрывать, я пошел работать в школу, потом я стал учиться, уже стал верующим, стал преподавать, потом, сейчас я преподаю, ну, в очень многих странах мира, и в Америке, и в Европе, и в Израиле, и в разных местах. Это кормит меня и всю мою семью. Совет родителя. Второе, чей совет очень важный, это совет духовных мудрых людей. Вот если есть в вашей жизни опытные и мудрые люди, я бы рекомендовал пастора вашего. Почему пастора? Без разницы, как вы думаете о нем, но ваш пастор очень хорошо вас знает, поверьте. Он знает ваши наклонности, он наблюдает вас со стороны. Более того, он же знает еще и, ну, например, если вы захотите вступить в брак, возможно, он знает и того человека, или же поговорит с тем человеком, которого вы рассматриваете, как вот спутника своей жизни. Понимаете? То есть совет вот людей, которые молятся, которые желают вам добра, которые хотят, чтобы вы действительно познали волю Божью, очень важны в вашей жизни. Поэтому действуйте вот так. То есть советуйтесь с людьми мудрыми. Пусть вот эти вот два момента, родители и совет мудрых людей. Я бы даже на второе место поставил пастора, а на третье всех других людей, которые, ну, которым вы не безразличны, и жизнь которых, вы видите, удалась. Не надо спрашивать совета. Помните, как Раваам спросил совета у таких же, как он? Когда он спросил совета у мудрых, у старших, у опытных, они ему сказали, сделай вот так. А когда он спросил у таких, как он, молодых и ветреных, они ему сказали, не-не-не-не, вот так делай. И он поступил. И в результате царство разрушилось. Поэтому совет – это очень важная вещь. Итак, мы видим с вами, что в познании воли Божьей очень важно вот эти вот четыре маяка. Если вы идете к своей мечте, к какой-то цели, первое – Слово Божье. Всегда задавайтесь вопросом, что по этому поводу говорит Бог? Какое Божье мнение по этой ситуации? Могу ли я выйти замуж или жениться на этом человеке? Или же могу ли я идти на эту работу? Смогу ли я там прославить Господа? Или, может быть, вот это служение, оно действительно будет во славу Божью? Или это будет, так сказать, только бы перебиться какое-то время? Или показать себя, не дай Господь? И так далее. То есть обязательно Слово Божье. Второе – это состояние. То есть, ну, первое, мы говорили, ищите Божьего, наблюдайте за этим, насколько это будет важно, насколько это будет полезно для духовных, конечно, вещей, для вашего внутреннего, прежде всего, человека, для церкви, да? И, помните, мы говорили, мотив. А что? Возьмите листочек, разделите его на две части, если вы не можете понять, и напишите, на одной стороне напишите духовные все причины, по которым вам бы следовало, а на этой стороне напишите плотские причины. Нормально, когда есть и духовные, и плотские. Плохо, когда плотских намного больше, а духовных буквально мизер. Поэтому наблюдайте, чтобы примерно был хотя бы баланс. А если духовных больше, то это уже лучше намного и много. Третье – это события. Смотрите, как события будут развиваться в вашей жизни. Смотрите за этим. Открывает ли Бог? Благословляет? Проводит ли? Если даже закрыто, когда вы молитесь, когда проходит какое-то время, решаются ли ваши вопросы? Если не решаются, оставляйте, занимайтесь, ищите что-то другое. Если все открывается, может с трудом, однако Бог ведет, все проходит, благословляет, двигайтесь этим направлением. И последнее – это совет. Советуйтесь. В первую очередь, помните, с родителями. Помните, что вы однажды станете родителями, как и я. И помните, что у вас будут такие же дети, как и вы. Я был когда-то такой, как вы, а вы станете однажды такой, как я. И иногда вы будете смотреть на ваших детей, и вам будет хотеться, и вы будете понимать, что лучше, чтобы ты поступил вот так. И слава Богу, если у вас будут дети мудрые, которые скажут, знаете, ну по слову твоему закину сеть, как это сделал Петр, да? То есть с уважением, однако, ну, безусловно, никто вашу волю ломать, я надеюсь, не будет, но продумывайте, прислушивайтесь к тому, что говорят родители. Прислушивайтесь, спросите обязательно, если вам нужно выбор жизни, спутника жизни, служения, работы, посоветуйтесь с пастором. Он лучше всего вас знает. Лучше всего. Посоветуйтесь, помолитесь вместе, попросите, чтобы молился, и так далее. И посоветуйтесь с теми людьми, которые вы знаете, которые мудрые, опытные, которые вам злого не пожелают. У них нету зависти, у них нету каких-то амбиций, у них нету чего-то такого, ну, знаете, что может быть вам сломает карьеру, сломает жизнь, или еще что-либо. Поэтому вот эти вот очень важные четыре маяка, которые приведут нас вот непосредственно к цели вашей жизни. Теперь я хотел бы, чтобы продолжить дальше мысль. И так, у нас есть мечта. очень часто люди путают, то есть, как действовать, да, люди путают желания и цели. Иногда человек ставит цель, цель какую-то, ну, например, хочу полететь в космос. Это неплохо, вот, если ты хочешь, да, но когда ты начинаешь смотреть на обстоятельства, ну, на все обстоятельства, о которых мы уже говорили и познаешь, что получается, что это недосягаемые цели. Или же у человека есть, например, желание, чтобы, ну, вот, человек, который мне нравится, чтобы он был лучше. И он думает, а что же нужно для того, чтобы он был лучше? Так, ну, во-первых, для этого нужна я. Во-вторых, я смогу сделать первое, второе, третье. И потом в процессе жизни происходит, что не получается. Как отличить, да, где цели, а где желания? Вот этот момент, который вы должны знать в своей жизни и четко руководствоваться. Обратите внимание, если я не знаю, вам видно, не видно, цели – это то, что находится в центре моего контроля. То есть, это область то, что я могу контролировать. Запомни это. Желание – это всегда то, на что я не могу особо влиять и что я не могу контролировать. Понятно вот эта мысль? То есть, ну, например, я хочу поставить цель, ну, например, быть лучшей в изучении Слова Божьего. Это цель. Почему? Потому что для ее достижения мне нужно что? Читать Слово Божье, мне нужно учить, мне нужно еще что-то. Или если мы опять говорим о работе, да, как вот тот брат, да, который сказал, я хочу прославить Господа, у него есть цель, вот, и он для этого пошел учиться, он старался, а Господь благословил его и дал ему ту благодать для того, чтобы эта цель была достигнута. Но бывают люди строят, ну, такие, знаете, ну, например, хочется больше получать. Вот скажите, вопрос, хочется больше получать, это цель или желание? Это желание. А почему? Вы не можете этот процесс что? Контролировать. Ну, да, если вы, например, вырабатываете, от вашей выработки что-то зависит, ну, да, это еще как бы да. Но если вы, например, работаете на каком-то месте и тут просто вы восемь часов приходите, уходите, или девять, или десять, вот вы, сколько нужно времени вы побыли на работе, потом уходите, и вы понимаете, что сколько бы вы не приходили, все равно зарплата зависит от других людей или прочее, то есть о каких-то обстоятельствах, то, извините, это просто желание. Это, оно может быть хорошим. Вот, ну, например, желание, желание, ну, какое еще, ну, например, быть лучшим в служении, да, или развивать свое служение. Это хорошее желание, но там нужно просмотреть и поставить для себя цели и выполнить то, что находится в области вашего контроля и положиться в своих желаниях на то, да, что уже должен сделать Господь. То есть очень часто наша мечта состоит, как бы, знаете, как вот эта лодка, она имеет два весла. Это наши цели, то есть наши дела и Божье благословение. Поэтому то, что от нас зависит, область нашего контроля, это цели. И мы должны когда мы достигаем какой-то цель, вот я прочту, потому что, видимо, вы не сможете очень мелко, цель – это область моего контроля, это то, что только зависит от меня. Цель всегда предсказуема и распланирована. Если цель нельзя записать в календарь, это не цель. Дальше. Цели – это то, что соответствует и действует воле Божьей, и чего мы достигаем, применяя собственные усилия, и что мы можем запланировать наперед, на месяц, на год, на пять лет. Как правило, если вы хотите достичь какой-либо цели, планируйте себе. Я бы вам предложил бы, возьмите три недели, 21 день. Знаете, почему 21 день? А? Молодцы. За 21 день считается достаточно, чтобы выработалась привычка. Хорошая. Ну, например, вы никогда не читаете Библию утром. Ну, как бы вы хотите ее читать. Тогда вы ставите, то есть, ваша мечта – это, чтобы вы вот жили постоянно Словом Божьим. Никогда не получится так, что вы завтра в 8 утра проснулись, и все. И вы теперь человек, который вот Бог так вам, знаете, как вы говорите, торкнулся в вас, что вы теперь все, вы каждое утро вы читаете. У вас так не получится, и так вряд ли будет, хотя бывают какие-то исключительные случаи, где Бог так может действовать. Чаще всего, и так же и в моей жизни это бывает, мне нужно начать регулярно что-то делать. И я ставлю цели. И первый мой срок – это три недели. Почему? Потому что я уже знаю, что за 21 день закладываются привычки. Потом я ставлю себе цель на месяц, то есть я хочу, ну вот я написал тут не три недели, а возьмите месяц, то есть поставьте себе цель на месяц, вы будете делать вот четко-четко вот так. Потом поставьте себе цели на год, поставьте себе цели на пять лет, и вы увидите, что вы будете двигаться сообразно этим целям. желание, желание – это то, что не в области нашего контроля. Смотрите, желание – это то, что за границами моего контроля, и это зависит от Бога и от других людей, от их помощи мне, в их достижении. Что важно и нужно знать о желаниях, запланировать наперед, на месяц, на год и на пять не получится. Вот, не получится. Вы не сможете пропланировать свое желание. То есть, никак это у вас ничего не выйдет. То есть, вам что нужно? Вам нужно обязательно… То есть, желание – это то, о чем вы будете молиться. То есть, поняли, есть две части. Если у вас есть мечта, она будет у вас состоять из желаний и целей. Вы должны четко определить, что у вас цели, что желания. О желаниях мы с вами молимся. Желание – это та благодать, которую мы получаем от Господа, если мы правильно познаем Его волю и мы правильно действуем сообразно Его воле. А цели – это то, что мы должны четко день за днем действовать на протяжении месяца, на протяжении года, на протяжении пяти лет. Вот это то, что должно в вашей жизни быть. Еще очень важный момент. Очень часто люди путают желания от похоти. Почему? Потому что, или даже можно сказать так, иногда похоти маскируются под простые желания, иногда желания перерастают в похоти. А в чем разница между желанием и похоть? Как вы думаете? Похоть всегда ведет ко греху, а желания, то есть все желания, они, знаете, даже хорошие желания могут привести к похотям. Ну, например, я несколько только. Любить это хорошее желание? Однако, посмотрите, тот же Амнон, помните, как так полюбил, потом изнасиловал, а потом и трагедия в его личной жизни. Иногда человек хочет любить, или говорит, что люблю, а увлекается порнографией и прочее, и прочее. Каждый человек хочет счастливый брак, но знаете ли вы, что другая сторона желания счастливого брака это прелюбодеяние, в которое очень часто попадают люди, даже находящиеся в браке. Люди хотят хорошую работу, а попадают в серебролюбие или карьеризм, и вы их уже не увидите в церкви, им некогда, им надо работать, им нужно еще что-то делать, им нужно зарабатывать деньги, машину иметь. Братья, скажите мне, это хорошее желание? Крутое желание. Если у вас нету, срочно желайте. Но оно может перерасти в похоть, когда оно что? Круче всех. Я хочу машину не просто, я хочу ламборгини. Но подожди, а ты кем работаешь? Ну пока еще никем, я пока мечтаю. И уже ламборгини? Ну начни со слову ты хотя бы. Знаете, как бы вот таким моментом. Телефон. О, это хорошее желание, иметь хороший телефон. Правильно или нет? Но плохо, когда я хочу не просто телефон, я хочу последнюю модель. Я помню, знаете, как только появились смартфоны, я пришел в магазин, и один молодой человек, такой как вы, научил меня жизни. Дядьку, которому было тогда лет, наверное, под сорок. Чуть даже больше. А знаете, как он научил? Очень просто. Я услышал, что есть смартфоны. Это такая крутая штука, она уже была такая, побольше, чем телефон, знаете. И мне что-то захотелось. Я слышал, она хорошие функции делает. Я пришел в магазин, вот, вышел паренек такой, знаете, как вот нас комфи там встречают, и говорит, а что вы хотели? Я говорю, я хочу вот это, вот это. Он посмотрел на меня, я не знаю, что ему так, и вот тот мудрый человек, он говорит, взял блокнотик свой, карандашик, и говорит, перечислите мне все, что бы вы хотели, что бы делал ваш телефон. Я начал перечислять. Я не устал, потому что много там не было. Ну, календарь, ну, это, это. Он говорит, вы знаете, сколько стоит смартфон? Я говорю, сколько? Он говорит, ну, минимум пять тысяч. Думаю, о-о-о. Но на те функции, которые вы хотите, чтобы были в вашем телефоне, я могу предложить вам шикарный телефон за тысячу гривен. Зачем вам переплачивать деньги за то, чем вы никогда не будете пользоваться? Вы поняли? То есть, покупайте такой телефон, который вам достаточно будет, не потому, что это должна быть последняя модель, а потому, что этого вполне недостаточно. Вот это то, что, как бы, да, может быть, что-то нету, а в них всегда чего-то нету такого, чего есть в других. Они так устроены, так устроен маркетинг. Помните об этом, поэтому тоже может. Хочется отдыхать, очень хочется отдыхать. Но знаете, я знаю, у меня есть один знакомый в Америке, которому я никогда не могу дозвониться. Он классный человек, он классный работник, но он постоянно в каких-то отдыхах, то он на снегоходах, то он на джетках, то он где-то это самое. Да, он работает, много работает, но проблема в том, что его в церкви нету. Он не живет духовной жизнью, он не несет ничего полезного для церкви. Вот в чем беда. И если вы хотите такую жизнь вот в достатке, в праздности, вот, хотя и зарабатываете, но это не жизнь христианина. Ну и духовный рост это тоже может стать. Знаете, фарисеи тоже хотели быть людьми, выделяющимися своей святостью, и при этом они уничижали других людей. Они гордились, они надмивались, они прочее. То есть я только несколько взял вот таких, чтобы показать, как хорошие желания могут перерасти в похоти. Как определить, что желание перерастает в похоть. Если вы не получаете, да, то есть вот что-то не получается, если у вас чистые способы достижения, вот, то это хорошее желание, да. Если же при достижении желания вам нужно достигать любой ценой, то есть любой ценой, нарушая слово Божье, как-то унижая людей или прочее, да, это уже похоть. Следующий маркер. Соответствие воли Божьей, мы уже говорили. Когда похоть есть, тогда человек всегда говорит, главное, как я хочу. Не того, чего хочет Бог, главное, как я хочу. Вот очень важный момент, знаете, очень часто для того, чтобы достигнуть какое-то желание, нужно ожидать. А люди не любят этого, и они хотят сегодня, хотят сейчас, давайте мне, я спешу, мне вот, знаете, такой фастфутовый вариант. И следующий момент, это мотивация. В желаниях, мы говорили, проверить свои мотивы, а там всегда находит себе объяснение, а мне это надо, потому что вот это. Ну, и вот последний момент, мне больше всего нравится, когда желания не осуществляются долго, да, то тогда человек говорит, да будет воля твоя, когда желания хорошие, чистые и правильные. А когда похоти, человек всегда разочаровывается, человек впадает в депрессии, человек в апатии или в гневе. Я встречал людей, которые закрывались от других, встречал людей, которые ложились спать и спали по два, по три дня, потому что не выполнялись их ожидания, они рушились. Вот, и даже знаю людей, которые покончили жизнь самоубийством из-за того, что их желания не были достигнуты. Поэтому будьте внимательны, будьте осторожны, пусть Бог благословит вас. У нас есть несколько минут до обеда, потом мы помолимся и пойдем на обед. Я хотел бы спросить какие-то вопросы у вас, может быть, какие-то, что-то вы хотели бы переспросить, что-то уточнить, что-то, какой-то момент проиграть. Да. Да. Да, это трудно. Да, это трудно. У меня была ситуация, одна мама очень переживала за свою дочь, дочь уже была очень в большом возрасте, вот, и ей очень нравился один человек, и она молилась о нем, но этот человек просто хотел быть другом, хотел вот, и дочка просто изводила себя. И мама мне говорит, ну что делать? Я говорю, посоветуй ей назначить время. Вот просто назначить. Сколько для нее много? Есть люди, для них три года немного, много, а есть люди, день уже много. Поэтому она определила, по-моему, полгода молитвы и ожидания. Если за эти полгода его сердце не повернется, не надо просто тратить на это время, силы, надо принять, и вот как вот там написано, да будет воля твоя. Вот если человек захвачен похотью, он всегда будет в депрессии, в разочаровании, он будет злой на Бога, он будет роптать и говорить это вы виноваты, вы мне посоветовали, чтобы я вот год, а если бы я два-три подождал, а может быть все и нормально было бы, знаете, и так далее, то есть только так. Это очень трудный вопрос, но тут вы должны просто довериться Богу и сказать, Господи, я не могу мне надо замуж, я не могу, ну к примеру, извините, может ваш вопрос не связан, я к той ситуации, я же ей говорю, ей за 40 лет, ей надо выйти замуж или не надо, вот, ей просто надо себя мучить, или она реально хочет жить в мире, в покое, вот, вот пусть просто доверится Господу и скажет, вот полгода, год, вот пусть назначит и пусть скажет, вот, что Бог, помните, я говорил, Писание говорит, так говорит Альфа и Омега, если Бог отворит, то никто что, не затворит, и если Бог затворит, то никто не отворит, если Бог не дает, то не дает, понимаете, поэтому мы можем ломиться в ту дверь, но не факт, что потом это будет хорошо, не факт, очень не факт, это трудно, ждать, молиться, это трудно, но другого способа нету, просто, понимаете, я перепробовал многие вещи, и только это работает, и, к сожалению, бывало много таких моментов, которые просто ты говоришь, Господи, это не твоя воля, я не верю, что это твоя воля, потому что все сроки, которые я просил, я молился, ну, у меня не было, может быть, вот таких глобальных, потому что есть действительно вот такие вопросы, которые действительно очень тяжелые для человека, но вот служение касалось, вот у меня было такое, вот, все, я согласен, все классно, все нормально, все это, а обстоятельства раз, 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 убираются, 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 слушайте, два раза мне предлагали, один раз церковь была 700 членов, пастором, вот, и мы молились, и обстоятельства не позволили, второй раз церковь, около 400 членов, тоже хотели братья, все, мы хотим, чтобы ты был, я молился, вроде бы я был не против, но, но, никак. Угу. То есть вы говорите, что должны все четыре мая расходить? Да. А если на первом состоянии, то как мы не хотим? Ну, там чуть-чуть другое, знаете, вот в служении, все-таки, да, там нужно учитывать, понимаете, как, учитывать мнение церкви, раз, нужно учитывать соответствие свое к библейским требованиям, и третий момент, это учитывать мои способности тоже, вот. Но я вам скажу, что с Моисеем немножко другое дело, вот, а, например, помните, варак и девора, девора, а там вот варак отказался как раз, и девора женщина стала, первой стала главнокомандующей, понимаете, то есть, есть ситуации, где человек может отказаться, то есть, и, кстати, я скажу вам, что если вы отказываетесь от чего-то, и вы, ну, если у вас, помните, состояние, если состояние вам говорить не надо, то лучше этого не делать, вот, тут выбирайте, либо вы поступите, как люди сказали, вот, как Юра Науменко, а потом мучился четыре года, понимаете, вот, либо вы четко для себя скажете, вот вы, кстати, можете пойти на другой семинар, там, о дарах Духа Святого, и может, это вам в чем-то, если надо это, но, но, но другого тут не получится, поэтому я всегда смотрю на эти четыре момента, всегда, и это всегда работает, и если что-то из них, ну, например, все вроде бы складывается, люди говорят, слушай, не делай это, не делай это, не делай это, хуже, когда одни хорошие люди говорят, делай, другие говорят, не делай, вот это, я вам скажу, это самый худший вариант, я попадал в него, это капец, это, это ты просто, так делать или не делать, в конце концов, но тут ты уже делаешь выбор, вот, тут ты уже, как бы, ты понимаешь, что ты совета спросил, совет, как бы, 50-50, но ты уже сам принимаешь решение, ответственность на тебе уже, вот, так что, вот так, все тогда, тогда молимся, и, или еще есть вопрос, все, молимся, вопрос, когда мы пойдем кушать, да, вот, пусть вас, Господь благословит вас, дорогие, дорогой Господь, благодарим тебя за милость, за любовь, за Иисуса Христа, который, есть цель нашей жизни, благодарим за то, что мы можем разуметь и понимать слово Твое, Господь, мы много сталкиваемся в нашем жизненном пути, с такими жизненными ситуациями, обстоятельствами, где нужно знать волю Твою, и мы хотим это, чтобы знать, чтобы быть успешными, чтобы во всем поступать так, как этого хочешь ты, благослови нас в этом, чтобы, как ты и хочешь видеть от нас, чтобы мы исполняли волю Твою, и чтобы мы познавали волю Твою, но помоги со своей стороны делать все необходимое для того, чтобы воля была познанная и двигаться соответственно им, благослови братьев, сестер, вот с кем мы имели это общение, молим тебя во имя и во славу Твою, просим также, чтобы ты благословил пищу, которую будем кушать, благодарим тебя за всех, кто жертвовал, кто готовил, слава тебе Бог наш, Отец и Святой Дух, аминь. Приятного аппетита!